Вот этот вот теракт, который произошел, он реально может России сильно помочь на внешнем фронте. Потому что, ну, уже в прошлом это было. Я думаю, что Путин, когда принималось решение о том, что дать возможность этому произойти, то есть он сам это организовал или, значит, не противился, в данном случае абсолютно неважно. То есть я уверен, что он был в курсе того, что это должно случиться. Но когда принималось подобное решение, они это делали уже в прошлом. То есть они таким образом выбивали, например, базу поддержки из-под чеченского сопротивления. Что, ну, да, вот мы тут там в России не без греха, конечно, у нас тут есть свои разборки. Но вот этот вот международный терроризм, это же зло, с которым сталкиваются все зло более высокого порядка. Поэтому давайте вы, уважаемый Запад, закройте глаза на то, что мы вот тут вот, значит, с какими-то нашими проблемками. Но зато давайте вместе бороться вот против всей этой истории. И это очень сильно заходит и западным политикам, и западным обществам, к сожалению. Потому что российско-украинская война, это где-то вот там, это нас непосредственно не касается. А терроризм – это то уже, что чувствовали на себе и американцы, и европейцы, и британцы, ну, много кто. Вот. И я увидел четко совершенно волну, которая в эту сторону началась. Но дальше начинается что? Вот Путин, если он будет придерживаться, как ему настойчиво рекомендуют, между прочим, определенные люди в американском политическом эстеблишменте, будет просто придерживаться этой линии. На нас напали. Вот видите, там мы все-таки часть западной цивилизации, а не восточной. Давайте вот на эту тему говорить, а там, глядишь, что-нибудь и по Украине придумают. То есть ему же даже предложили сотрудничество по линии спецслужб по противодействию терроризма целый ряд стран. На эту тему высказались французы, например. Хотя еще вчера говорили про войска свои в Одессе. Если Путин будет придерживаться этой линии, то он может для себя много выиграть. Вопрос в том, что этой линии полностью противоречит идее обвинять в этом Украину. Во-первых, потому что если воспринимать это как правду, то тогда это не международный терроризм, это тогда эпизод российско-украинской войны. Это совершенно в другой плоскости находится. То есть тогда нет этого предмета сочувствия, а это опять-таки сторона этой войны. Неважно, кто прав, кто виноват, хорошо сделала Украина или плохо сделала Украина. Но это в другом измерении находится эта проблема. Но, конечно, так никто не будет. Ни один нормальный человек не может поверить, что это сделала Украина. Это точно неправда. Но вместо этого они будут говорить о том, что Путин просто на этом спекулирует, врет нам в глаза. А этого никто не любит. И тут уже никакого сочувствия. Конечно, Путин, я думаю, что будет пытаться разделить эти месседжи в публичных коммуникациях на две разные аудитории. Внутри России говорит, что это Украина, и поэтому надо мобилизовываться, отменять смертную казнь, мочить врага, идти вперед. Там полная победа и только победа. Вот видите, что они творят. Великая Отечественная война и все прочее. С другой стороны, до Запада он должен доносить, что это чисто ИГИЛ. Но это требует определенного профессионализма в коммуникациях, то есть гибкости. А он явно остановиться не может. Поэтому сейчас то, что он все время говорит о том, что это Украина, оно явно идет на Запад. То есть сейчас на Западе это выглядит так, что какие-то люди внутри даже России говорят о том, что успокойся, это ИГИЛ. А сам Путин говорит, нет-нет-нет, это Украина. И тут, конечно, он от этого только проиграет. И слава богу, что он от этого проиграет. Но там же еще мамкины коммуникаторы помогают. Бортников же вышел и сказал, что за терактом в Крокусе стоят Британия, США и Украина. Это вообще ли версия, которая Путину все карты тогда ломает в этой ИГИЛ? Абсолютно. Я так поэтому и говорю, что не получится. Он выстроил такую систему, что никто в окружении не готов брать версию, отличную от того, что говорит сам вождь. Поэтому если вождь сказал, что это Украина, значит Украина. Все будут говорить, что это Украина. И это будет превращаться в общую позицию. И никакой такой гибкости уже тут не будет. Просто логика. Он так всю свою систему власти выстроил. Все боятся, всем надо подлезать. Главное, чтобы не получилось. Пока, видимо, не получается натянуть эту террористическую сову на украинский глобус. Абортников кому сигнал посылал? Мог шантажировать этим заявлением на атом? Мы готовимся к войне с вами. Какой тут сигнал? Ради бога. Он сигнал посылал одному человеку. Его зовут Владимир Владимирович Путин. Владимир Владимирович Путин, как вы скажете, так и будет. Мы тут лояльные солдаты партии. Отработаем любую чушь, которую вы нам скажете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова